4 февраля весь мир отмечает День борьбы против рака. За 2022 год в России было выявлено 600 тысяч случаев опасной болезни. В Приморье за этот же период таких пациентов зарегистрировано около 6 тысяч. Если говорить о структуре, то и у мужчин, и у женщин на первом месте это рак кожи, на втором месте это рак молочной железы, на третьем месте это рак легкого, на четвертом месте это рак ободочной кишки и на пятом у обоих полов это рак желудка. Между тем онкологи всего мира говорят, рак излечим, но очень важно выявить болезнь на ранних стадиях. Диспансеризация дает возможность обнаружить первые симптомы болезни. Напомним, возрастя от 18 до 39 лет диспансеризация проходит раз в 3 года, после 40 ежегодно, бесплатно. В центрах амбулаторно-онкологической помощи проводят углубленные исследования. Это КТ, это МРТ-диагностика, эндоскопические исследования со взятием биопсии. Это трепан-биопсии молочной железы, трепан-биопсии предстательной железы, это биопсии кожи. Это направление, организация биопсии других локализаций и при необходимости. Это все проводится по МС бесплатно. И уже пациент направляется с готовым пакетом документов к нам, где мы дальше при необходимости проводим иммуногистохимические исследования, молекулярно-генетические исследования, радионуклидную диагностику пациента, чтобы понять распространенность опухолевого процесса. При подозрении на онкологию сначала нужно по полюсу МС обратиться в поликлинику к терапевту. При необходимости доктор направит в центр амбулаторно-онкологической помощи, а уже далее, если диагноз подтвердится, на бесплатное лечение в онкодиспансере. В Приморском крае существует 10 центров амбулаторно-онкологической помощи и 14 первичных онкологических кабинетов. И на сегодняшний день нет сложности попасть к онкологу на прием. Кстати, в рамках Всемирного дня борьбы против рака до 10 февраля в краевой стоматологической поликлинике приморцы могут пройти бесплатный онкоскрининг полости рта. Екатерина Князева, Денис Вадеев. Новости на Восьмом.